Будут домашние моссы из смородины, черники, брусники, а также корзина с фруктами. Если ваш ребенок не очень любит есть фрукты, приготовьте для него креативный фруктовый десерт. Также полезно давать специальную витаминную смесь, рецепт которой мы уже опубликовали на нашем канале. Заваривайте ребенку полезные чаи из шиповника, имбиря, ромашки. Совет номер три. Больше жидкости. Когда риск заболеваний повышается, важно не допускать обезвоживания. Убедитесь, что ваш ребенок пьет достаточно воды. Совет номер четыре. Регулярно проветривайте помещение, в котором играет и спит ребенок. Совет номер пять. Следите за влажностью воздуха. Она не должна опускаться ниже 40%. Совет номер шесть. Железный закон. Всегда соблюдайте правила личной гигиены. Находясь вне дома, позаботьтесь о том, чтобы под рукой были антибактериальные салфетки или специальные дезинфицирующие средства, но без спирта в составе. Приучите ребенка пользоваться ими самостоятельно в саду и школе. Совет номер семь. Регулярные прогулки на свежем воздухе укрепляют иммунитет. Порой соблазн не выходить на очередное дежурство у детской площадки очень высок, но не стоит ему поддаваться. Также очень важно вовремя заметить симптомы болезни, чтобы незамедлительно начать лечение, ведь грипп – очень коварный вирус, требующий максимального внимания и осторожности родителей. Вызывайте врача, если у вашего ребенка поднялась температура, появилось обильное потоотделение, ярко выраженная светобоязнь и покраснение глаз, если он стал вялым и жалуется на головную боль, боль в теле и глазах. Перед употреблением любых противовирусных препаратов обязательно проконсультируйтесь с врачом. Берегите себя и своих деток. До встречи в новых выпусках. Клиника «Имплантс» – семейная стоматология. Это означает, что врачам и специалистам можно доверить самое ценное – заботу о близких. Все дело в индивидуальном подходе и высоком качестве лечения. В клинике «Имплантс» работают высококвалифицированные специалисты – стоматологи-терапевты, хирурги, ортодонты, детские терапевты, имплантологи. Используются передовые технологии и современное оборудование. Особое внимание уделяется маленьким пациентам. Врачи стремятся оставить в детской памяти только хорошие воспоминания о лечении. В клинике «Имплантс» используются все передовые методы анестезии, включая седацию вместе с местной анестезией. Внутривенный наркоз, а также эндотрахеальный наркоз с применением аппарата искусственной вентиляции легких. Высококвалифицированный внимательный персонал, современное оборудование, передовые средства анестезии. «Имплантс» – ваша семейная стоматология. Субтитры создавал DimaTorzok Во Владивостоке – Ивановская, 6,4 и проспект «Столетие Владивостока, 51». В Находке – Находкинский проспект, 20. Действует рассрочка без переплат. Кэшбэк. По многочисленным просьбам Иван Кучин, 7 июня «Феско-холл». Небо-рекордс представляет Эмоциональная, чувственная, поэтичная группа Сурганова и оркестр. Большой юбилейный концерт. 14 июня «Феско-холл». Билеты на сайте небокасса.ру Добрый вечер. В эфире программа «В центре внимания». В этом году приморским студенческим отрядам исполняется 55 лет. Сейчас это движение переживает подъем. Какие отряды формируют в этом году? Сколько можно заработать на каникулах? И что еще может дать участие в отряде? Об этом поговорим сегодня. У нас в гостях Екатерина Красикова, заместитель председателя правления российских студенческих отрядов. Добрый вечер. Здравствуйте. Елена Кондратьева, руководитель пресс-службы Приморского регионального отделения российских студенческих отрядов. Добрый вечер. И Роман Гриченко, руководитель Приморского регионального отделения российских студенческих отрядов. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 221-4019. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы. Звонок для вас абсолютно бесплатный. Также мы подготовили голосование. Что дает студотряд? Первый вариант ответа – возможность заработать. Второй вариант – это старт в будущей профессии. И третий вариант – новые впечатления. Пожалуйста, голосуйте по телефону, который вы видите у себя на экране. Голосование также для вас абсолютно бесплатное. Ну и первый вопрос вообще – как попадают в студотряд? Почему, например, нельзя просто устроиться на стройку или отправиться проводником? На самом деле можно. Это же не ограничивает человека. Но попадая в студенческий отряд, молодой человек, девушка, они попадают в молодежный коллектив. Перед коллективом ставятся какие-то производственные задачи. В нерабочее время у коллектива, у отряда есть какие-то планы, есть какие-то мероприятия. Поэтому одно дело – ты идешь просто как отдельная личность, а другое дело – ты приходишь большим дружным коллективом. Я так думаю, что здесь разница ощутима и, на мой взгляд, она более привлекательна. Ну то есть как бы в своей среде получается, да? Акклиматизация, адаптация, помощь товарища. Потому что, к примеру, в отрядах работают студенты с первого по пятый курс, да, и, к примеру, студент третьего, четвертого курса, мне кажется, быстрее поможет своему товарищу, там, первого, второго, нежели просто какой-то трудяга, ну, рабочий, там, намного старше его. Как бы в этом плане здесь, как бы, климат более комфортный, более, как бы, студент быстрее адаптируется и втягивается в жизнь, в работу. Это если говорить о трудовом этапе. Плюс российские студенческие отряды организуют большую работу в подготовительный период. То есть прежде чем отправиться работать, студент проходит профессиональное обучение, проходит медицинскую комиссию. То есть и все эти процессы организует региональный штаб студенческих отрядов. То есть это даже просто удобнее получается, да? Ну, это и удобнее, и, попадая в студенческий отряд, студент не просто работает, но и развивается по разным направлениям. То есть это уже комплекс комиссарской работы, как у нас принято говорить, внутриотрядной, когда боец студенческого отряда может проявлять себя в творчестве, в спорте и в других направлениях. Система. Система, которая вот помогает. А почему эту систему начали возрождать? Раньше она же была в Советском Союзе, потом про нее забыли. А вот сейчас какая-то волна все-таки пошла. Ну, студенческий отряд, он создавался прежде всего как участник производственного процесса. То есть и с момента роста экономики в стране, повышение интереса, допустим, уже не как сырьевого какого-то придатка, а как полноценной организации, которая, я имею в виду, страна. Да, то есть это на самом деле страну уже можно смотреть как, ну, фабрику там, не знаю, что угодно, что какой-то производственный большой, огромный механизм. И здесь мы не можем что-то производить, если мы не будем восполнять, пополнять молодые кадры. И как бы мы ни смотрели на прошлое Советского Союза, было очень много хорошего, и это позволяло изучить этот опыт и применить. Второе, это наши ветераны. Ветераны, которые когда-то были студентами, потом попали на производство, потом они... Кто-то возглавил департаменты, министерство, кто-то остался у станка, кто-то полетел в космос, кто-то стал президентом Российской Федерации, к примеру, как Владимир Ильич Путин. Он был студентом и был студенческим строительным отрядом, работал в Коме СССР в 70-х годах. Он об этом активно всегда рассказывает и на встречах со студенческими отрядами. И наши ветераны в 2004 году, когда уже страна немножко отошла от нулевых, там, 90-х годов, все начали понимать, что мы не будем этого делать, значит, мы не получим какого-то развития страны. Пускай мы не самые там великие в плане численности, но, тем не менее, мы реальные участники экономики. Мы чуть позже скажем про те отрасли, в которых мы работаем. Поэтому, на мой взгляд, это очень важный фактор, который нужно развивать, поддерживать. Ну, то есть, грубо говоря, молодежь, она получается уже в профессиональную деятельность, постепенно включается, да, благодаря вот этим строю отрядов. И еще говоря, вы сказали о возрождении, то есть, сейчас о возрождении говорить уже поздно, потому что у нас полноценный этап становления. То есть, современному этапу развития 15 лет в этом году исполнилось 17 февраля. 17 февраля 2004 года прошел учредительный съезд российских студенческих отрядов. И в 2015 году наш президент подписал указ о празднике Дней российских студенческих отрядов именно 17 февраля. И, кстати, в Приморском крае движение студенческих отрядов и его трудовая деятельность не прекращалась. То есть, даже во время перестройки мы один из очень немногих регионов, кто сохранил студенческие отряды. А вообще, вот у меня такой, наверное, личный вопрос вот к вам. Почему вы решили принять участие в этой деятельности? Потому что вот, ну, две такие красивые девушки сидят, как бы, казалось бы, там, стройотряд, да, это немножко другое? Ну, я сама из медицинского университета, но, несмотря на это, я пошла в педагогическое направление. Мне была интересна сама работа с детьми, и затем все завертелось, закрутилось. Меня поглотило тот эмоционал, который дают студенческие отряды, потому что проходит череда мероприятий в течение года. Это как и творческий фестиваль, где каждый может попробовать себя спартакиадой, интеллектуальный турнир, различные еще дополнительные. Также у нас празднуется масштабный праздник, городской праздник, День бойца студенческого отряда, который в этом году будет проходить уже десятый раз. И то, что происходит там, когда собираются все бойцы после лета, делятся своими эмоциями, своими переживаниями, ну, это просто невероятно. И, наверное, правильно делают, когда новый набор только вот свежих ребят отводят туда и показывают всю мощь студенческих отрядов. Ну, то есть студенческие отряды, это не про лето, не про каникулы, это вообще круглый год, да, какие-то мероприятия? Это 365 дней в году. У нас вступил и навсегда. У нас даже фраза очень популярная, боец однажды, боец навсегда. Ну, вот смотрите, вступил он навсегда, но есть же такое, что человек просто пришел, он поработал лето и ушел. У вас же все равно есть какая-то текучка. Присутствует. Да. Да, но если мы говорим... Но вот насколько она большая? Ну, если мы говорим про нынешнее время, то есть текучка, я бы назвал это текучкой, потому что студенты, во-первых, заканчивают свои учебные заведения, уходят в большую жизнь. Это первый фактор, да. То есть мы в среднем меняем до 45% в течение, то есть в один год, да. То есть у нас старшие курсы выпускаются, они уходят на производство, там взрослую жизнь приходят, молодые. Поэтому отчасти, знаете, назовем это некий день сурка, с одной стороны. С другой стороны, это постоянный приток новых ресурсов, приток новых идей. Вот, поэтому мы здесь не устаем. А в плане того, отработал и ушел, ну, здесь, я не знаю, может быть, процентов 10 людей, кто к нам приходит на один сезон, он поработал и пошел дальше. Вот, в силу того, что мы, опять же, говорю, как вот в календарном году выставляем большое количество мероприятий, мы людей мотивируем, заинтересовываем, потому что мы можем работать как и на территории края, мы можем так выезжать за пределы. И здесь уже география, это совершенно новые возможности, новые виды деятельности. Здесь, ну, в частности, в нашей организации очень большой спектр того, что мы можем предложить студентам, молодым людям. Ну, давайте как раз об этом поговорим. Какие направления были популярны в прошлом году деятельности и какие направления будут представлены в этом году? В этом году у нас, ну, самое популярное в Приморском крае многочисленное, это педагогические отряды, да, в этом году у нас их составит порядка 500 бойцов. Ну, то есть это работа в лагерях детских, да? Да, это у нас лагеря, это у нас 22 детских летних оздоровительных центра, значит, в следующем у нас направлении идет многочисленные проводники. Поездов дальнего следования в этом году мы подготовили больше 230 проводников Путина, более 200 человек строители, порядка 150 человек. Медицинские отряды в этом году мы, наконец-то, сформировали, на мой взгляд, достойные, это 26 бойцов. Значит, ребята уедут работать в 7 муниципальных районов края, вот, Лазовский район. Каким они там будут работать? Они будут работать младшим медицинским персоналом, то есть это студенты 1-3 курса, то есть они пока имеют право работать только нянечками, либо там, младшими медсестрами. Потом санитары, получается. Санитары, да, то есть пока до такого уровня мы не доросли. Следом у нас идет экологические отряды и сервисные. Экологи будут взаимодействовать совместно с Амурским тигром в заповедниках Сихота-Алиния и Лазовском районе. Значит, также будут работать у нас, планируется взаимодействие с управлением содержания городских территорий города Владивостока. В прошлом году мы совместно с Думой города Владивостока при поддержке Андрея Петровича Брика запустили программу, значит, работали на крепости города Владивостока. То есть было убрано 7 фартов, там порядка что-то 180 или 200 камазов различного мусора, там всего остального. И сервисные отряды. Ребята будут работать у нас в тех же лагерях, но следить за чистотой, за порядком, организовывать питание детей, следить за озеленением. Поэтому у нас 7 направлений. А вот педагогическое направление, которое вы говорите, представлено больше всего. Ну, раньше называли пионер-вожатый, да? А как сейчас называют? Вожатый. Просто вожатый, да? Да, и причем, как бы, вот, Лена у нас яркий представитель его. То есть наши ребята не просто вожатые, они потом выходят на руководитель лагерей. То есть они занимаются спортивной подготовкой, они занимаются медийной подготовкой внутри лагеря. То есть наш отряд, он приезжает туда, как полностью слаженный рабочий коллектив, и закрывает полностью взаимодействие лагеря и детей. И всегда есть возможность роста, потому что в лагере же не только вожатые, есть старшие вожатые, которые все координат. Есть координаторы смены, есть кураторы, которые тоже занимают своей работой. И отработав определенное количество смен, почувствовав себе силу, ребята могут себя попробовать на более высоких должностях. Но это сколько смен получается? Вот как у вас получается? У всех по-разному. Ну, у меня, допустим, на данный момент за два летних трудовых семестра у меня пять отработанных смен. И уже этим летом я отправляюсь в лагерь как методист. Ну, не как вожатый. Ну, получается, то есть за каникулы там несколько смен можно, да, отработать? Четыре, можно даже больше отселить смен, но все равно чувствуется усталость эмоциональная, потому что это постоянная работа. Это не просто определенное количество времени поработать, это 24 на 7 ты с детьми, ты за ними следишь полностью, потому что, ну, ты не можешь отпустить. Это как бы приучают сразу, что все должно быть строго. Но это же еще и большая ответственность, как бы, потому что работа с детьми. Есть же люди, которых, например, вообще не допустят вот к участию в таком отряде. Есть. Есть какой-то отбор предварительный? Лена, рассказывай про вожатых, ты все знаешь. Отбор определенный есть, проходит, ну, на примере вожатых могу сказать, что у нас проходит городской экзамен обязательно, также у нас есть РСО образование, где они получают полностью курс, изучают работу с детьми, работа с временным детским коллективом, организация КТД, КТИ различных, коллективно-творческое дело, коллективно-творческая игра. И на экзамене они показывают свой уровень, конечно же, есть те, кто не сдают экзамен, и не отрицается факт повторных попыток, но есть ребята, которые понимают, что вот все. Приезжая на смены, также есть кто буквально пару дней поработает, и они чувствуют, что это не их, и им, конечно, дается выбор, они могут уехать со смены, чтобы уже ни детям отдых не портить, ни себе, либо они дорабатывают до конца, и уже потом... Ну, в этом нет чего-то порицательного, если он говорит, это не мое, все, я там... Ну, мы принимаем всех, если человек действительно понимает, что это не его, ну, зачем, и он себе вузы будет делать и нам. Образование как-то влияет на это, то есть педагогическое или нет, в принципе, из разных вузов? Нет, много ярких примеров у нас из инженерной школы вожатый, вот с медицинского университета, и ребята справляются не хуже педагогов. Это вот в моей практике, допустим, я много лет проработал на стройке, да, у меня сейчас прекрасный пример такой яркий. Когда пришел мальчик, филолог японского языка, вот, он свою, ну, он отработав, понял, что это ему нравится, но он пообещал тогда маме, он закончил ДВФУ филологический, потом поступил в московский строительный. Сейчас он успешно его закончил, сейчас он работает в большой строительной компании, поэтому, ну, в плане подходит, не подходит, допустим, мы допускаем некую ротацию внутри своих направлений, потому что действительно, что и на нашем примере есть много случаев, когда ребята отработали несколько, к примеру, сезонов в одном направлении, но ему интересно, да, то есть он может быть классно играет, классно поет, там, либо что-то контактирует с детьми, и, допустим, вот, опять же, вот, Иван Ковыч, да, вот, у нас много лет отработал на Путине, вообще классный боец, руководитель штаба Дальдерптуза, но решил стать вожатым. То есть мы его никаким образом, там, не наказываем, там, как это так, нет, это его здоровый выбор, то есть, и мы считаем, что для, просто для роста это очень, ну, повышение квалификации, это неплохо, если ты поработаешь и попробуешься в другом направлении. Здесь, как бы, мы только за поддерживаем, единственное, мы, опять же, там, контролируем процессы подготовки. Вообще сейчас очень популярны тренинги личностного роста, ну, вот, студенческие отряды, это одна из лучших школ жизни, потому что боец и в трудовом семестре может проверить себя на прочность, получить навыки работы в коллективе, свой первый трудовой опыт, и, например, я училась на судебно-прокурорском факультете, да, работала не по специальности летом, работала проводником в поезде «Владивосток-Москва». Это плюс сто пятьсот коммуникабельности, стрессоустойчивости, и вообще очень много дополнительных я для себя навыков получила. Плюс ко всему, вот вы говорили о каком-то росте, вот, на примере вожатских смен, что студент может поехать не только вожатым, но и потом стать в перспективе директором лагеря, так и внутри самой структуры, вы, возможно, заметили у нас, вот, у Романа Сергеевича. Правление, да? Да, у меня написано правление, но у нас проще читается по количеству улычек, да, что в линейном студенческом отряде у человека одна улычка, он возглавляет структуру, которая, там, минимум 10 человек. Потом он может вырасти до командира или, там, комиссара штаба университета, и в его подчинении уже будет, там, от 30 до 100 и более человек. И, ну, то есть, дальше те люди, которые горят любовью к студенческим отрядам, посвящают этому не только студенческую жизнь, но и после выпуска занимаются этим уже как основное место работы. Ну, то есть, вот, как мы видим на примере Романа, да, получается? Нет, ну, я, да, я много лет уже посвятил студенческим отрядам. Слава Богу, это не мой основной вид деятельности. Я также свою жизнь посвящаю своей семье, своей основной работе. И, ну, как взрослый человек я уже работаю со студентами, уже на уровне руководителя регионального отделения, потому что я порой кого-то даже не знаю в лицо из моих бойцов. Потому что вот в этом году их больше тысячи будет. У нас вот последние года, там, тысяча, тысяча двести, там, тысяча двести пятьдесят, да, вот такая численность. То есть, моя задача найти работодателя, моя задача выстроить взаимоотношения, обеспечить материально-техническую базу, все вопросы хозяйственного плана, питание, проживание, медкомиссия, все здорово, ребята уехали. То есть, вот, моя основная задача организация, именно, начало проектов, их работа и контроль за этими проектами. Потому что проекты могут быть как внутри региона, проекты могут быть за пределами края, Сахалинская область, Камчатский край. Мы выезжаем, там, на космодром Восточный. В прошлом году наши ребята работали в Якутии на нефтегазоконденсатом месторождении. А вот почему они выезжают именно за пределы в Приморском крае, в смысле, получается, не находятся работы должной? И то, и другое. Во-первых, ну, откровенно говоря, не в полную, я считаю, что мы не в полную мощность загружены. Об этом мы, слава богу, сейчас взаимодействуем с нашей администрацией края. Не так давно прошло. У нас, значит, Координационный совет, его возглавляет Антон Анатольевич Волошко. Значит, мы проговорили все острые вопросы с департаментами, выстроили возможности на этот год, 2019-й. Значит, мы смотрим с учетом изменения курса внутри руководства края, да, мы видим перспективы. То есть сейчас мы выстраиваем планы, что мы будем делать в 2020 году. Ну, то есть это будет именно больше все-таки в Приморском крае, да? Задача Приморья. Я считаю, что мы, как жители Приморского края, мы должны работать на свой регион. Но для того, чтобы сюда привлечь новые мнения, новые виды, новые интересы, мы должны, естественно, организовать обмен. Кроме того, что наши студенты должны выезжать и в Приморье должны все заезжать. Все-таки мы с вами приморцы там в третьем, может быть, кто-то в четвертом поколении, да, поэтому привлечь на территорию края из других субъектов, это тоже одна из задач. И мы в данном случае в этом году будем такую программу реализовывать пока в рамках Дальневосточного федерального округа. То есть к нам приедут работать в Приморский край студенты Камчатки, Сахалина, Амурской области, Хабаровского края, возможно, Якутия. Ну, то есть в основном как бы Дальний Восток пока что, да? Логистика. То есть логистика и схожесть... Менталитета какого-то? Менталитет. Часовые пояса, биоритмы. Часовые пояса, биоритмы. Плюс мы же, вот, Дальнему Владивостоку недавно досталось, как бы, лавры Дальневосточной столицы, а наш краевой штаб уже больше пяти лет восклавляет работу по всему Дальнему Востоку. Поэтому, встречаясь на окружных мероприятиях, естественно, мы, ну, может быть, в силу своего опыта нашего краевого штаба, даем больше возможностей для приезда, нежели, допустим, пока в других субъектах. Наш край самый многочисленный. Один из таких, как сказать, точек роста сейчас в стране в том числе, да? То есть президент каждый год приезжает, тут, кажется, наши не могут все расслабиться. Ну, то есть все-таки у нас есть, получается, где развернуться? Есть, где развернуться. Екатерина же, получается, из Москвы же вы к нам приехали? И как, то есть уже видно это движение? Я вообще из Владивостока, но 8 лет я уже работаю, то есть Приморский штаб меня направил в Москву для работы во всероссийском штабе, и вот уже 8 лет я работаю там. Ну, то есть будете перетягивать, так сказать, москвичей к нам? Да, такой задачи особо не стоит, но вообще мы активно работаем и с полномочным представительством президента Российской Федерации, в Дальневосточном федеральном округе о том, что очень много молодежи, студентов готовы, то есть наши бойцы готовы ехать на Дальний Восток, главное, чтобы были рабочие места. Пока у нас не так много вакансий, наверное, потому что у нас определенная своя специфика, что самый длительный период каникул у студентов это лето, и наши ребята работают отрядами, то есть это наш профиль. Мы не занимаемся там единичным подбором кадров узких специалистов по одному человеку. Мы можем наших выпускников кому-то рекомендовать, да. И так мы и делаем. Но это какие-то крупные предприятия, наверное, там заводы, там, как завод «Звезда». Завод «Звезда», да, вот вы правильно отметили, вот мы в этом году планируем задействовать там больше 80 бойцов. То есть у нас есть 4 работодателя, с которыми уже ведутся переговоры, буквально вот сегодня подтвердилась дополнительная заявка, и мы в первых числах июля туда заезжаем большой делегации студенческой, разбиваемся на отряды, выходим на участки, и до сентября месяца будем работать. Но со «Звездой» опыт у нас уже это не первый, то есть мы работали 16-17-е года, заезжали туда у нас по 120-160 человек, поэтому такие стройки, ну, для нас как бы, но вообще, если в рамках российских студенческих отрядов, то у нас, вот, допустим, в Якутии в этом году будет стартовать стройка, она должна, ну, формируется, и численность будет 1600 бойцов. То есть это со всех регионов? Со всех регионов, все готовы, все желающие, кто готов приехать, 1600 человек. А вот, ну, к сожалению, наше время уже постепенно подходит к концу, еще такой вопрос, вы говорите «боец», «боец», то есть у вас какой-то устав, ну, немножко, есть какой-то устав, какие-то правила поведения, потому что немножко какой-то, может, военность, военность чуть-чуть отдает. Ну, это традиционное такое название, для меня слово «боец», оно максимально положительное, это человек такой активный, подготовленный. Да, у нас есть свои внутренние документы, и ребята их знают, это и документы по форменной одежде, как правильно все носить, и кодекс российских студенческих отрядов, в котором отражены наши ценности, там, уважение, профессионализм, традиции, я равно РСО, РСО равно я, то есть это все про нас. И наличие таких вещей, они как раз и позволяют создавать такие коллективы, многочисленные, которые реализуют, потому что без дисциплины, без порядка, ну, этого ничего не будет. Ну, и, наверное, последний вопрос, можете кратко вообще сказать, почему стоит пойти в студенческий отряд? Вот, кратко. Ну, для меня это были приключения, в хорошем смысле. Вот, опыт, приключения, ну, могут дальше, но... Наверное, если ты хочешь испытать больше своих возможностей, потому что, как я уже говорила, можно попробовать максимально много, и руководителем стать, и неизвестно, куда уехать, на пути, ну, когда ребята там проводят все лето на острове. И это невероятно круто, это романтика, это студенческие годы, которые, ну, наверное, для каждого важно прожить ярко, и студенческие отряды, как никто, могут это позволить. Так, а Екатерина? Я считаю, что студенческие отряды — это лучшее, что могло случиться со мной в студенчестве, и я горжусь тем, что оно случилось. То есть это возможность и попутешествовать, и встретить свою любовь, и новых друзей, и реализоваться как специалист. Отлично. Ну, у нас есть результаты голосования, и вот больше всего, скажем так, больше всего голосов набрал вариант, то, что студотряд дает новые впечатления. Ну, получается, наши зрители все-таки согласны с нашими гостями в студии, что студотряд, да, это получается... А деньги — это приятный бонус. Зарплата, она — это приятный бонус. То есть и хорошо провести время, получается, и денег заработать, вот это как раз-таки про студотряды. Ну, что ж, наше время подошло к концу. Большое спасибо, что пришли. Мы сегодня говорили про студенческие отряды. Пожалуйста, вступайте, участвуйте, и пусть ваша жизнь будет яркой. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова